Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы разбираем с авторами Медузы самые интересные и важные статьи за последние 7 дней. И сегодня мы поговорим в очередной раз о прогнозах, что ждать от пандемии в связи с отменой карантина в Москве. 9 июня, я напомню, Москва сняла большую часть ограничительных мер, которые были приняты во время пандемии. Мэр Москвы досрочно объявил выход из карантина, потому что изначально предполагал, что он продлится как минимум до середины июня. Сергей Собянин объявил об этом после разговора с Владимиром Путиным. Источники Медузы подтвердили догадку, что это делается для улучшения результатов голосования по поправкам в Конституцию. Но мы сегодня не будем вдаваться в политические подробности этих решений, а поговорим о том, как будет развиваться, собственно, сама эпидемия коронавируса. Потому что мы видим официальную статистику по числу заболевших, и, как мне кажется, не так уж сильно число это снижается. По-прежнему по 8 с лишним тысяч случаев каждый день регистрируется. К чему может привести снятие ограничений в Москве, ждать ли нам новой волны, и как вообще российская столица выглядит по сравнению с другими крупными городами, где тоже постепенно выходит из карантина. Поговорим об этом с редактором отдела «Разбор» Дмитрием Кузнецовым и научным редактором «Медузы» Александром Ершовым. Они написали подробный разбор, он вышел с таким заголовком «По подсчетам «Медузы» в конце мая в Москве было до 300 тысяч заразных больных коронавирусом. Отменять карантин сейчас – очень рискованный эксперимент». Подробнее обо всем этом мы поговорим буквально через минуту, но сначала важная информация от нашего партнера. Пандемия вынудила многих перейти на удаленную работу, ну даже мы стали записывать подкасты дистанционно. И эта самоизоляция показала, что отделить личную жизнь от работы теперь гораздо сложнее, чем раньше. Проблемы не только в том, что размываются границы между рабочими часами и отдыхом, но и в том, что мы начинаем чаще пользоваться личными гаджетами для работы. Ну, я, например, иногда подключаюсь к летучкам с своего смартфона. Поведение пользователей стало более рискованным, и по данным лабораторий Касперского, на удаленке люди стали чаще пользоваться неразрешенными в их организации программами и сервисами, а еще больше смотреть взрослого контента с рабочих компьютеров и смартфонов. При этом цифровая грамотность часто хромает. Согласитесь, о безопасности своих устройств мы не всегда думаем в первую очередь. А новые условия, в которых мы оказались – это новые киберугрозы. Например, на организации, которые перешли на удаленку, в апреле, то есть в разгар эпидемии, было в 4-5 раз больше атак методом перебора баролей, чем в январе и феврале. Кроме того, киберпреступники используют популярность сервисов видеоконференции и зашивают названия Zoom и других платформ в зараженные файлы. И что же со всем этим делать? Повышать цифровую грамотность и пользоваться комплексной киберзащитой. Лаборатория Касперского советует проводить тренинги для сотрудников по правилам информационной безопасности. Современное обучение – это не монотонные лекции и многостраничные инструкции, это интерактивные платформы с тестами и даже симуляцией атак, такие как Касперский Automated Security Awareness Platform, ну или, коротко, Касперский ASAP. Кроме того, компаниям нужно обезопасить рабочие компьютеры, мобильные устройства и серверы, например, с помощью Касперский Endpoint Security Cloud. Подробнее об этих решениях читайте на сайте нашего партнера. Все ссылки вы, как обычно, найдете в описании этого эпизода на Медузе. Итак, начинаем разговор о том, что теперь будет, когда все в Москве выйдут из самоизоляции и пойдут по фитнесам и ресторанам. Саша, привет. Привет. Митя, привет. Привет. В прошлый раз, в апреле, мы с вами говорили в этом подкасте о прогнозах, и тогда речь шла о том, что карантин можно будет снять в июне, но только если сейчас его ужесточить. Сейчас это в смысле вот тогда в апреле. И если буквально воспринять эту формулировку, но ведь кажется, что прогноз-то оправдался, что вы скажете? Прогноз какой? То, что можно снять, в этом смысле оправдался. Власти решили, что его можно снять. Можно ли его снять с точки зрения здравого смысла? Сказать сложно. Скорее нет, чем да. Потому что тоже следуя здравому смыслу, никто не пытался снять карантин в тот момент, когда эпидемия не подавлена. И Москва в этом смысле будет первопроходцем во всем мире. Понятно, что вопрос, почему так быстро сняли ограничения, он, наверное, все-таки лежит в какой-то политической плоскости. Но с другой стороны, ведь московские власти, они же как-то это с научной и медицинской точки зрения все-таки как-то оправдывают это решение? Я бы сказал, что с научной и медицинской точки зрения решения, по крайней мере, публично не оправдывают никак. Хотя бы потому, что критерии Роспотребнадзора, которые он использует для снятия карантинов в разных регионах, они не являются ни научными, ни медицинскими. Единственное их достоинство – то, что их просто очень администрировать. Но они не имеют отношения к определению того, как на самом деле развивается эпидемия. Число воспроизводства эпидемии – это важнейший показатель для того, чтобы определить, в какой стадии эпидемия находится. Роспотребнадзор велел считать очень странным способом. Там просто берутся официальные данные, и только они по зарегистрированным случаям за 4 дня и делятся на такие же официальные зарегистрированные случаи в предыдущие 4 дня. Какую информацию из этого можно почерпнуть – не очень понятно. Но это точно не число воспроизводства эпидемии, которое считается совсем по-другому в любых моделях, которые используются сейчас в мире. Саш, скажи, а вот мы же вроде прошли пик эпидемии, да, и сейчас что, пошло снижение, и мы на нем как-то застряли? Потому что вот когда я вижу эти ежедневные обновления статистики, мне кажется, что там практически одна и та же цифра каждый день фигурирует, там, 8 с чем-то тысяч случаев. Как вот эти темпы распространения оцениваются сегодня? Ну, все так и есть, и как бы достаточно посмотреть на график, и все становится понятнее. Это картина общая для всех стран, которые выходят из самого острого такого пика, из самой острой фазы. Входить в нее легче и быстрее, чем из нее выходить. Вот, поэтому этот пик, о котором мы говорим, он несимметричен. Вот, у него длинный хвост. То есть число ежедневно регистрированных случаев должно снижаться и будет снижаться, если все будет ожидаемым образом, если у нас будут карантинные меры сохраняться. Оно будет снижаться несколько медленнее, чем оно нарастало. То есть это нормальная ситуация. Другое дело, что если посмотреть на график, как вели себя другие страны, которые чуть раньше с этой историей столкнулись, куда коронавирус попал чуть раньше и в чуть большем количестве, посмотреть на это и сопоставить не по времени, то есть не март с мартом, а апрель с апрельем, а сопоставить графики для разных стран по количеству, например, ежедневно регистрированных случаев или по количеству зафиксированных смертей. По любому показателю, который отражает, собственно, состояние эпидемии в стране, можно будет увидеть, на какой, собственно, фазе процесса этой первой волны мы находимся. Вот мы находимся на очень-очень ранней фазе по сравнению с теми, кто уже начал снимать какие-то меры. Ну, например, можно посмотреть на счастливую Новую Зеландию, которая практически поборола эпидемию в зародыши. У них и на пике-то было небольшое число регистрированных случаев, оно измерялось десятками, а ослаблять какой-то карантин они стали, когда уже практически никого не было. Новых случаев просто не было. У нас сейчас эти данные измеряются тысячами по Москве. Я не хочу говорить точно эти цифры, потому что, честно говоря, они, само собой, не отражают реальную ситуацию, но измеряются две тысячи, полторы тысячи человек в день. На такой фазе заболевания никто еще не начинал отменять карантин. Ну, а вот сам характер карантина, скажем так, вот эти ограничительные меры, они у нас были по сравнению с другими странами жестче или слабее, вот особенно по сравнению с теми странами, которые сейчас выходят из этих ограничений? Это очень интересный вопрос, потому что в чем измеряется жесткость? В жесткости правил или в их фактическом выполнении? Вот, как ты понимаешь, тут есть некоторая большая разница. К счастью, уже есть некоторый формализованный список мер, которые, в принципе, разные государства в связи с коронавирусом принимало. Они касаются как закрытия школ, закрытия рабочих мест, какие-то правила выхода на улицу и так далее. Сейчас есть просто формализированные критерии, даже разработанные численные показатели того, как, собственно, власти разных стран борются с коронавирусом, насколько жесткие меры применяются. Для этого есть специальный индекс. И если посмотреть на него и сравнить это с разными странами, что есть в тексте, который мы обсуждаем, то там будет казаться, что у нас действительно очень жесткий карантин. Я все-таки не хочу называть его самоизоляцией, потому что самоизоляция предполагает, что ты сам себя изолируешь. А у нас именно, наше правительство, дорогое, нам говорит о том, когда и какие меры следует вводить, когда следует выписывать пропуска и так далее. Они настоятельно нам рекомендуют самоизолироваться. Да, и штрафуют за отсутствие этой самоизоляции. Нет, я просто как человек, который самоизолировался, действительно, еще до того, как всякие меры были вообще объявлены, мне немножко обидно это слово применять к себе. Так вот, формально говоря, у нас карантинные меры довольно жесткие. Но если посмотреть на реальные данные, например, на данные Apple или данные мобильных операторов, или данные Яндекса, индекс самоизоляции. Вот если их сопоставить с другими странами, мы увидим, что довольно жесткое и сильное снижение активности в городах наблюдалось. Именно в самом начале апреля, первые там 2-3 недели, и довольно быстро мы начали из этой ситуации выходить. То есть активность в городах стала в мае расти существенно, не до значений, конечно, тех, которые были раньше, но все равно очень существенно. А вот, например, Италия или Франция, там эти меры, сопоставимые по жесткости или даже менее жесткие, они существенно повлияли на реальную жизнь. Ну, то есть там слово с делом расходилось меньше, чем у нас. Ну вот как в таком случае понять, все-таки дают ли ограничения какой-то ощутимый результат? Вот ты упомянул технологии Apple, Яндекс, которые показывали индекс самоизоляции. Вот вы как раз в вашем тексте приводите результаты исследований эпидемиологов, где они смотрели связь данных Apple и Google, я так понимаю, что это данные по перемещениям устройств, и темпы роста заболеваемости и смертности. Как это все-таки устроено? Как этот анализ происходит? Я думаю, Митя лучше расскажет. Да. Apple и Google публикуют по всем странам. Google кроме России и Китая, поэтому, к сожалению, по данным Google мы посмотреть не можем, но можем смотреть по данным Apple о России. Они публикуют данные о мобильности населения, которые собираются по трем категориям. Это пешеходы, личный автотранспорт и общественный транспорт. И это все сравнивается с аналогичными показателями мобильности, которые были до введения карантина. Эпидемиологи взяли эти данные и сравнили их с данными о заболеваемости и о смертности с соответствующей задержкой. То есть задержка происходит из-за того, что заболеваемость регистрируется в среднем через 12-15 дней после заражения, смерть регистрируется через 22-25. И вот с этой задержкой они взяли данные по заболеваемости и смертности и сравнили тенденции изменения с изменениями этой самой мобильности. И нашли корреляцию. Выяснилось, что если говорить про данные Apple, то в большинстве стран, за редкими исключениями, про которые я там чуть позже скажу, снижение мобильности на 68% от предвирусной приводило к снижению заболеваемости и потом смертности с соответствующей задержкой. Единственные исключения, которые были найдены из этой зависимости, это Швейцария и Швеция. Исследование делали Imperial College London, знаменитая группа, которая считает ответственным за карантин во всем мире, потому что они первые выпустили модель, которая подвигла политиков эти карантины ввести. К сожалению, они не объясняют, что произошло в Швейцарии и Швеции. Возможно, это связано с тем, что люди действительно самоизолировались, и им не потребовалось для этого указание правительства специальное. И, скажем так, силовое обеспечение этих указаний, то есть штрафы и прочее. Если говорить про Россию, то мобильность была меньше на 68%, чем предэпидемическая. Она была с начала апреля и где-то до десятых чисел мая, когда Владимир Путин объявил о том, что заканчиваются эти нерабочие дни. После этого в среднем по России мобильность не вернулась на этот самый уровень, то есть была выше, чем минус 68% от предэпидемической. И, соответственно, мы видим, что в апреле темпы заражения очень быстро снижались, а в мае они снижаться перестали. И то плато, которое мы видим, оно началось как раз где-то с десятых чисел мая и продолжается до сих пор. Это, скорее всего, следствие того, что карантин с десятых чисел мая соблюдался не очень хорошо. Я хотел сказать, что на самом деле мы сейчас о том, как люди реагируют на эпидемию, знаем не очень много. Поэтому, безусловно, мобильность общая, она влияет на то, как распространяется инфекция, с какой скоростью это происходит. Но эта зависимость не такая простая, как может показаться. И, может быть, это до какой-то степени объясняет то, что произошло в Швеции, в Швейцарии, в некоторой степени в Германии, которая не опустилась до такого снижения мобильности, как, например, в Италии и Франции. И, тем не менее, они справлялись с эпидемией несколько лучше. Ну, лучше России, по крайней мере, точно. Дело в том, что то, как люди вели себя в начале эпидемии, то, как они ведут себя сейчас, это разные вещи. Общая настороженность, ну, и пропаганда мер профилактики и вообще общая осознанность того, что ты делаешь, она всё-таки сильно влияет. И если мы достигнем как бы тех же значений по мобильности, которые были ещё до самого кризиса, это не значит, что мы получим ту же скорость распространения инфекции, что и раньше. Тут нет прямой абсолютной связи, и тут многое зависит, собственно, от людей, от того, как они соблюдают меры предосторожности. Кстати говоря, ещё о связи между официальными мерами и тем, как реально люди ими следуют. Говорить, например, на данных Яндекса ситуация с Дагестаном. Там можно видеть, что, например, люди выходили из самоизоляции существенно медленнее и, в общем-то, и не вышли сейчас до той степени, как вышла Москва. Несмотря на то, что официальные меры никак не менялись, просто, видимо, осознание того, что происходит, и новости о том количестве людей, которые умирают от инфекции, они как-то повлияли на население, и действительно самоизоляция у них продолжилась дольше, чем, например, в той же Москве. Так что от людей многое зависит. Но если взять ситуацию в Дагестане, то там вначале, возможно, была другая ситуация, потому что люди не верили официальной статистике, которая была явно занижена, и им казалось, что то, чем их пугают с экранов телевизоров и из радиоприемников, не является по-настоящему опасным. И поэтому они вначале, может быть, не так активно соблюдали эти меры. А потом, когда они поняли, что вокруг у них действительно много людей заболевает и умирает, они уже тогда стали соблюдать эти меры. Ну, мне кажется, похоже на то. То есть действительно доверие между людьми и правительством, которое говорит о развитии эпидемии, и между официальными медиками и обычными людьми. Это очень важно в случае эпидемии. И, к сожалению, и когда его нет, включаются механизмы какой-то самоорганизации. Ну, хочется на это надеяться хотя бы. Сейчас выходит большое количество работ экономистов и социологов, как раз посвященных этим вопросом. Как зависит соблюдение карантина от доверия населения власти, от доверия населения медиа, от уровня фейк-ньюс в этих самых медиа и так далее. То есть это не до конца исследованное поле, но исследуется самым активным образом. И видно по этим первым работам, что действительно снижение заболевания в результате карантина зависит не столько от жесткости объявленных мер, сколько от того, как люди эти меры воспринимают, как они их соблюдают, как они воспринимают предупреждение властей и медиа об опасности вируса и так далее. Здесь я сделал небольшое отступление от нашей основной темы. Поскольку мы во время самоизоляции работаем удаленно, подкасты мы тоже записываем дистанционно. Созваниваемся через, ну, например, Google Meet, при этом каждый сам себя отдельно записывает, а потом мы все эти дорожки сводим в одну. Спасибо нашему звукорежиссеру Вите Давыдову. Вообще сервисы для видеоконференции сейчас невероятно востребованы, но с ростом популярности серьезнее встают и вопросы защиты данных. Об основных лайфхаках по кибербезопасности на удаленке сейчас расскажет эксперт лаборатории Касперского, ну, а после мы продолжим наше обсуждение. Привет, меня зовут Дмитрий Галов, я эксперт по кибербезопасности в лаборатории Касперского. Многие компании перевели сотрудников на удаленный режим работы, и многие из них там и остаются. Киберугрозы тоже изменились во время пандемии, и сейчас мы хотим сконцентрироваться и рассказать об основных правилах, лайфхаках, которые помогут сотрудникам или компаниям избежать угроз. Самое простое, но достаточно действенное, это установить пароли на все рабочие устройства, которыми пользуются любые сотрудники. Нужно использовать VPN-доступ, желательно с двухфакторной аутентификацией. Также мы советуем резервное копирование. Также необходимо жестко контролировать те права, которые выдаются сотрудникам для доступа к тем или иным ресурсам. Эти отделы должны постоянно следить за тем, чтобы программное обеспечение, приложения, сервисы, которые используются на рабочих устройствах, регулярно обновляются. Неважно, компьютер, мобильные девайсы или что угодно, необходимо установить проверенное защитное поло, например, Касперский Inpoint Security Cloud. Тем самым большинство проблем с безопасностью уже будут закрыты. Чтобы сотрудники себя более комфортно во всех тех вопросах чувствовали, мы рекомендуем организовать некоторое обучение для сотрудников, где можно будет рассказать про основы информационной безопасности. Это можно организовать онлайн. Например, у нас есть отдельный продукт, который называется Касперский АСАП. Он позволяет донести как раз до пользователей практические примеры и правила, которые им необходимо соблюдать. Но самое главное — это здоровый скепсис. Не надо переходить по всем ссылкам от незнакомых контактов, даже если вы получили это на рабочую почту. Не надо доверять каким-то призывам к легкому заработку, потому что чаще всего, как показывает статистика, это мошеннические рассылки, которые делаются для того, чтобы украсть ваши деньги, данные или как-то скомпрометировать дальше даже корпоративную сеть. Продолжаем разговор с Александром Ершовым и Дмитрием Кузнецом. Мы уже упоминали, как другие страны выходят из карантина, но вот если брать конкретно Москву, в сравнении с другими крупными мировыми городами, мы на какой, скажем так, точке находимся? Мы скорее как Лондон, у которого вроде более-менее как-то стабилизировалось, или как бразильский Сан-Паулу, который начинает снимать ограничения, хотя там тоже все не очень хорошо? Ну, мягко говоря, не очень хорошо в Сан-Паулу. То есть мы находимся где-то посередине по количеству активных случаев, то есть тех, кто является заразным для окружающих. Да, к счастью, у нас не Сан-Паулу. Да, там как раз были проблемы с коммуникацией власти и населения. В основном она выражалась в том, что власти отрицали опасность вируса поначалу, вот до того, как туда реально пришла эпидемия. Причем эпидемия там началась раньше, чем в России, но сначала там цифры были довольно скромными, и власть объявляла, что это не самая опасная вещь и не выводила никаких ограничений. Потом Бразилия быстро вырвалась на второе место после США по количеству заболевших и по количеству умерших. И в нескольких штатах там катастрофа была масштабов Северной Италии, то есть некуда было складывать трупы, нигде было их хранить и так далее. Теперь, насколько можно судить, опять же, по данным Apple и Google, там власть ввели карантин, и он вполне сносно соблюдается, и, возможно, эпидемия скоро пойдет на спад. Что касается Лондона, с одной стороны, там тоже очень долго, так же, как и в Москве, после первого снижения темпов распространения эпидемии, очень долго Лондон находился на плато, как и другие регионы и города Великобритании. Но в последнее время властям удалось додавить эпидемию, и вот несколько дней на этой неделе в Лондоне не было вообще умерших, и, судя по всем моделям и по всем данным, темпы распространения вируса сейчас там быстро снижаются, вот, в отличие от Москвы, где этого не происходит. И правильно я понимаю, что у нас вот это снятие карантина в разных регионах, и в Москве в том числе, может происходить тогда, когда этому региону нужно, потому что вот эти недостатки российского метода подсчета, о котором мы говорили, да, вариант Роспотребнадзора позволяет манипулировать данными и вот подгонять статистику или вот эти коэффициенты так, чтобы можно было сказать, да, все постепенно налаживается, можно выходить. Да, социологи-математики оценили, собственно, эту статистику. Да, для того, чтобы регион мог выйти из карантина, нужно выполнить всего три условия. Первое, у него должно быть достаточно реанимационных коек в больницах, он должен проводить достаточное количество тестов, причем никак не оценивается эффективность этого тестирования, просто он должен проводить эти тесты. И третье условие – это как раз снижение вот этого самого коэффициента воспроизводства эпидемии, который подсчитывается самым странным образом. То есть для того, чтобы доказать, что этот коэффициент снижается, нужно подправить всего одну цифру ежедневную. Это, собственно, зарегистрированные случаи. И математики, и социологи сейчас подсчитали, что большая часть регионов, то есть реально больше половины, занимаются этими самыми приписками, точнее, сглаживанием. Это выяснили с помощью методов статистики, то есть если бы это была реальная статистика, которая отражала бы реально выявленные случаи, эти кривые, которые получаются в результате наложения этих самых данных ежедневных по выявленных случаях, они явно рукотворные, то есть их кто-то просто нарисовал. Поэтому манипулирование – это почти факт. И, собственно говоря, это манипулирование участилось, и все больше регионов к нему прибегает именно после того, как Роспотребнадзор объявил свою методику выхода из карантина. То есть это случилось 8 мая, и вот после этого все больше регионов стало прибегать к рисованию. Коэффициент воспроизводства – это сколько людей заразит зараженный человек, пока сам не выздоровеет. Совершенно верно. То, что Роспотребнадзор называет коэффициентом воспроизводства, к этому отношения не имеет. Но вот эту цифру нарисовать намного проще, чем реальную цифру коэффициента воспроизводства, которую можно проверить разными способами, например, сравнить со смертностью, которая с некоторой задержкой наступает, или с тем, сколько человек попало в больницу с коронавирусом. В России, кстати, эти данные не публикуются по региону. Официальными данными можно манипулировать, и регионы довольно произвольно могут выходить из этого карантина, когда захочется властям этого региона. Мне кажется, то, что, видимо, наблюдается манипуляция со статистическими данными в регионах, это особенно обидно по двум причинам. Во-первых, потому что регионы примут на себя максимальный урон по коронавирусу из-за разных причин. Прежде всего из-за того, что там более возрастное население. Если брать, например, Центральную Россию, там существенно более возрастное население вокруг Москвы, вокруг Питера, вокруг крупных городов, потому что в крупные города приезжают люди молодые, а их родители остаются вот в этой зоне вымывания. Там и больше возрастных людей, и там хуже с медицинской помощью. Там есть некоторый плюс в том, что население менее плотно распределено по территории, и поэтому скорость распространения инфекции не такая высокая, но рано или поздно они обязательно примут на себя вот этот удар. Так что в Москве вспышка будет быстрее, мы её наблюдаем, она выглядит быстрее, но никакие манипуляции не позволят скрыть то, что в регионы коронавирус рано или поздно придёт. Это будет медленное, но очень тяжёлое течение заболевания. А вторая причина заключается в том, что эти возможные манипуляции, которые делаются со статистикой, там всем известны Курская область, где 96, 97, 98 постоянно зарегистрированных случаев от дня к дню. Иногда наблюдали, что совершенно просто не нужно быть статистиком, чтобы увидеть в этом некоторую аномалию, но чтобы ты не рисовал, всё равно это будет видно в конце концов. То есть через несколько месяцев, там года не пройдёт, как будут опубликованы данные по общей смертности, их скрыть очень сложно, потому что это же выписанные регистрации смерти и так далее. Всё совершенно будет видно, что, где, как и почему. Так что эти манипуляции, они позволяют получить какой-то маленький тактический выигрыш и ничего более. Правильно ли я сделаю вывод из твоей-то реплики, что в регионах всё может быть ещё хуже, и мы как бы пика там не прошли? Конечно, да. Там ситуация развивается медленнее, ситуация развивается медленнее, но она будет продолжать развиваться. Если они назад вернутся к обычной жизни, и никто не будет принимать соответствующих мер, там будет ещё хуже, чем в Москве. Просто Москва очень плотная, скорость распространения инфекции высокая, но до того, как к нам придёт вакцина, мы от этой эпидемии никуда не денемся. Понимаете, у нас всего два пути. Либо вакцина, либо переболевшие, либо экстремальный случай, который, к сожалению, у нас не получилось, это отследить всех возможных носителей, то, как это произошло в Новой Зеландии, например, или в Тайвань. Вот в Южной Корее, по-моему, тоже какая-то похожая ситуация. Они же там, я так понял, вторую... В Южной Корее нет, немножко не так. В Южной Корее справляются со вспышками, но они регулярно возникают. То есть нельзя сказать, что там вирус из популяции полностью исчез. Это не так. Но в Южной Корее же они очень чётко отслеживают перемещение и контакты. Да, но при этом всё равно пришлось вводить карантин в отдельных районах Сеула. Там была как раз история с распространением в районе, где много баров, и каким-то образом там это распространилось. И посетители этих баров потом разнесли это по всему Сеулу. Их отслеживали с помощью специальных программ. Не, ну то есть власти Южной Кореи, конечно, можно похвалить. И медиков. Они были готовы. И мы всегда всё время об этом говорили. Но просто у них количество заболевших исходно было очень рано, очень большое. Когда ещё все эти программы и знания, и вообще понимание о том, что это за вирус, что вообще, возможно, бессимптомная передача, его не было. Так что они столкнулись с серьёзной ситуацией, применили серьёзные меры, но не додавили. Новозеландцам повезло больше просто потому, что они довольно далеко, и они быстро собрались, скоординировались, и довели случаи до единичных, тогда, когда каждого человека можно отследить. И вот в этой ситуации как бы можно не вводить карантин, можно ничего практически не делать, если ты всех можешь гарантированно отследить, когда нет то, что называют эпидемиологи, локального распространения инфекции. Но, к сожалению, мы можем об этом просто забыть. Это не наш случай, нам не повезло. У нас была возможность сделать это в феврале, была возможность сделать это в начале марта, может быть, потому что в Россию летают мало, и мы довольно далеко, и у нас довольно большая и крупная полицейская система, и так далее. Можно было это сделать, но всё, об этом можно забыть. Наш путь – это путь ограничительных мер. Но пока таким образом справились только маленькие страны, то есть небольшим количеством населения, там можно назвать ещё Исландию, которая буквально протестировала треть населения в результате и выявила, видимо, всех заразившихся. Ни одна крупная страна не смогла полностью подавить вирус, то есть он останется с нами, он продолжит циркулировать по всему миру, когда неизбежно будут отменены ограничения на перелёты. Поэтому, собственно говоря, в этом и состоит задача властей теперь заменить жёсткий карантин какими-то мерами, которые позволят гасить вспышки, которые будут постоянно возникать. В этом смысле опыт Южной Кореи как раз очень позитивный. То есть мы знаем, что это, в принципе, возможно в стране с десятками миллионов населения, в крупных городах с большой плотностью. Это возможно, но это требует больших организационных усилий и доверия населения, опять же, к властям, и, возможно, вторжения властей в приватную жизнь. К этому, к сожалению, тоже, наверное, придётся привыкнуть. Ну, то есть, если у нас сейчас, понятно, у нас сейчас нет пока вакцины, и 100% населения не может или не хочет, я вот не хочу переболеть, получается, что вторая волна неизбежна? Или всё дело именно в этих ограничениях, которые мы должны будем соблюдать какое-то время? Потому что, если верить тому, что открывается в Москве, например, и куда можно теперь ходить, хотя и в маске, и в перчатках, например, но всё равно, не рано ли смело так нам разгуливать? Возвращаясь к началу нашего разговора, с точки зрения здравого смысла, очевидно, рано, как у нас написано в заголовке, по нашей модели получается, что в Москве около 300 тысяч активных случаев, то есть по городу ходят 300 тысяч заражённых, которые в состоянии заразить кого-то ещё. С точки зрения здравого смысла снимать карантин в такой ситуации, это очень опасно. Но как на самом деле поведёт себя эпидемия, мы не знаем. Мы не можем сказать, что абсолютно неизбежен новый всплеск, просто потому что никто этого не проверял пока ещё. То есть никто ещё не снимал все ограничения в тот момент, когда эпидемия не подавлена. Саша, у меня к тебе вопрос, как к человеку, который вёл в том числе медицинский подкаст «История болезни», вопрос, который меня лично мучает. Вопрос, почему бы нам перчатки не отменить? Я не против масок на перчатки, мне вот в таком отношении кажется чем-то не очень эффективным, потому что это же ведь тело искусства, их правильно снять и надеть. Если ты имеешь в виду требования, к счастью, уже отменяемые, о том, что нужно на улице ходить в перчатках... Ну нет, это в магазине, в общественных местах... Да, в магазине, в общественных местах я ещё могу до некоторой степени это понять. Ходить на улице в перчатках – это полная ерунда, я просто не понимаю, кому это в голову пришло. Или это просто делается из расчёта «давайте запретим бегать, тогда может ходить будет помедленнее». Дело в том, что действительно носить перчатки, когда ты посещаешь магазин, трогаешь товары и все эти дверные ручки, когда ты идёшь на почту и так далее, в этом есть свой смысл, если понимать, что ты делаешь. Во-первых, не следует думать, что под словом «перчатки» обязательно подразумеваются латексные или нейтриловые медицинские перчатки, в которых ужасно потеют руки, которые совершенно невозможно. Надевать и снимать удобным образом, они вообще одноразовые, с ними очень неудобно работать. Можно надевать обычные тканевые перчатки, если есть необходимость что-то потрогать или, например, набрать продукты в магазине, которые, как ты, ожидаешь, трогали другие люди, или есть необходимость открыть дверь. Можно то же самое делать руками, если ты научился и привык не трогать лицо после этого, мыть руки. Ну, это как бы такие понятные вещи, надо просто понимать, зачем ты это делаешь. Точно так же и с маской. Смысл её ношения – это просто великий холивар случившийся и действительно изменивший практику и то, что рекомендуется. В двух словах, мы раньше не знали, что значительное число инфекций передаётся бессимптомными носителями. Сейчас мы об этом знаем. И человек может быть носителем, но при этом не знать об этом. В этой ситуации носить маску, когда ты разговариваешь, например, может позволить снизить уровень вируса в воздухе вокруг тебя. И это имеет смысл. Ну, например, если ты гуляешь один, или ты гуляешь со своей семьёй, или ты даже просто, говоря, не близко подходишь и не разговариваешь ни с кем, маски особого смысла не имеют. Так же, как они практически не защищают тебя самого от воздуха со взвешенными частицами. В общем, я призываю тут не следовать формальным критериям, а немножко полагаться на здравый смысл. Собственно, как и с отменой карантина. Опасно ли выходить сейчас на улицу, если я переживаю, а меня выпустили? На эту тему можно применить тот же самый здравый смысл, поскольку мы знаем, что около 300 тысяч человек в Москве ожидаемо являются носителями. Значит, примерно половина из них бессимптомные, может быть, несколько меньше, но 1100, по крайней мере, порядок величины такой. При 12-миллионном населении можно примерно представить, какая вероятность того, что вы встретите в своих ежедневных перемещениях и контактах такого человека. Она не очень маленькая, около 5%, если мы возьмем среднее количество физических контактов между людьми, так вот, в докоронавирусном мире. Конечно, тут все зависит именно от тебя самого. Если ты не контактируешь или делаешь это правильно, то твои риски существенно снижаются. Собственно, такая ситуация, как с маской и с перчатками. Каждое ограничение, может быть, дает не очень большой эффект, но накопительное, то есть когда ты ограничиваешь все возможные контакты с вирусом. Если раньше ты стоял там полуметре от кассира в магазине, а теперь стоишь подальше, это снижает вероятность, но не полностью ее исключает. Когда ты носишь маску, это тоже не полностью исключает заражение. Но в среднем это накапливается и для каждого конкретного человека, и для всех это снижает вероятность передачи вируса. Именно так можно подавить эпидемию, только снизив возможные контакты с вирусом всеми возможными способами. Да, ну и за последнее время все научились руки мыть. Да. Вообще, та ситуация, с которой мы столкнулись, она беспрецедентная. Никогда еще в мире не было такого большого, огромного эксперимента с пандемией, когда настолько бы инфекция повлияла на образ жизни и экономику. Да, была испанка, да, были пандемические гриппы в 60-х годах, но они, во-первых, никогда не наблюдались настолько пристально исследователями, и никогда они так сильно глобально не влияли именно на бытовую жизнь. Поэтому мы, на самом деле, действительно очень многого еще пока не знаем про эту инфекцию. И ученые, прежде всего, и в том числе об этом говорят, то, что мы очень многого не знаем. Законы эпидемиологии, они, конечно, общие, и волшебства не бывает. И если у нас много заболевших и инфекции передается человеку к человеку, мы увидим вспышку заболевших. Но, опять-таки, как именно будет это происходить и как поведение людей повлияет на это, мы не знаем. Может быть, можно надеяться на то, что значительной вспышки не будет просто потому, что люди будут соблюдать все нужные правила предосторожности. Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем главный материал «Медузы» за последние семь дней. Спасибо лаборатории Касперского, с которой мы записали этот эпизод. Компания напоминает, что от цифровой грамотности и хорошей киберзащиты зависит не только безопасность личных данных, но и безопасность организаций, в которых работаем мы и наши коллеги. Поэтому сегодня особенно нужны надежные и удобные решения для киберзащиты. Среди таких решений — Касперский Endpoint Security Cloud. Программа помогает управлять системой безопасности вашей компании удаленно, и это особенно важно, если у вас нет своей IT-службы. Также Касперский Endpoint Security Cloud отслеживает работу с запрещенными в организации программами и сервисами. А повысить цифровую грамотность сотрудников поможет Касперский ASAP. Эта интерактивная платформа научит правильно придумывать и хранить пароли, распознавать фишинговые ссылки и скачивать только безопасные файлы. Все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Спасибо, до следующей недели. А пока вы можете послушать другие наши подкасты, например, подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть», который ведет культурный редактор «Медузы» Наташа Гредина. Напоминаю, что мы есть на всех основных платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, BookMate, Яндекс.Музыка и в любых других приложениях, через которые вы любите слушать подкасты. Пишите нам письма на почту podcastsobakameduza.io «Медузыка» 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 Продолжение следует...